Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем снимать видеоролики про PLK-210, и в этом видео рассмотрим, как работать со входами и выходами PLK, а также как использовать системные узлы target файла. Для начала создадим новый стандартный проект CodeSys для контроллера PLK-210. В дереве проекта мы видим узел PLC-210, который включает два подузла, left-side и right-side. Эти подузлы используются для работы с левой и правой платами входов-выходов PLK. Содержимое подузлов зависит от модификации контроллера. Для выбора модификации следует нажать правой кнопкой мыши на узел PLC-210 и использовать команду «Обновить устройство», после чего выбрать из появившегося списка нужную модификацию и нажать кнопку «Обновить устройство». Узел PLC-210 содержит несколько каналов, доступных для всех модификаций PLK. Это каналы наличия питания, состояние сервисной кнопки и значение температуры процессора. Теперь рассмотрим, что содержат узлы left-side и right-side для модификации PLK-210-01, которая включает 12 быстрых дискретных входов и 18 релейных выходов. Каждый узел состоит из двух вкладок – конфигурация и соотнесение входов-выходов. На вкладке «Конфигурация» производится настройка работы входов и выходов. Например, можно выбрать, как будет использоваться дискретный вход в виде логического сигнала или, скажем, счетчика импульсов. Заданные на этой вкладке настройки не могут изменяться в процессе работы проекта. На вкладке «Соотнесение входов и выходов» происходит привязка переменных к каналам, которые соответствуют состоянию входов и выходов контроллера. В узле left-side на вкладке «Конфигурация» можно настроить Период и число измерений фильтра для дискретных входов Режим работы дискретных выходов Битовая маска, шим или генератор импульсов Если вход используется в режиме шим или генератора, то можно задать его период и минимальную длительность импульса. К дискретным входам ПЛК может быть подключено до 6 АБ или до 3 АБЗ-энкодеров. В конфигурации следует указать, используются ли соответствующие дискретные входы в режиме энкодера и задать параметры фильтрации. Также можно активировать опцию сброса счетчиков-энкодеров при загрузке проектов ПЛК. Интерфейсы RS-485 имеют встроенные резисторы подтяжки. Подключить или отключить их можно на соответствующей вкладке. Это может быть полезно для согласования линии связи. Если при отсутствии передачи данных на линию связи действуют помехи, то они могут быть приняты за посылки. Использование резисторов подтяжки позволяет снизить вероятность возникновения таких ситуаций. На вкладке «Соотнесение входов и выходов» пользователь привязывает к каналам нужные переменные. К числу доступных каналов относятся Битовые маски входов и выходов Значение счетчиков дискретных входов, а также период и длительность детектируемых импульсов Уставки генераторов импульсов И число импульсов, которые осталось сгенерировать Для остановки генератора нужно записать в переменную, привязанную к каналу, значение 0 Коэффициент заполнения ШИМ в сотых долях процента И количество подсчитанных импульсов и оборотов энкодеров В узле «Райт Сайт» каналов значительно меньше Только битовая маска для управления дискретными выходами, размещенными на данной плате, а также статус и число ошибок обмена между платой и ЦПУ Вкладка «Конфигурация» у правой платы отсутствует Давайте попробуем поработать со входами и выходами контроллера На левой плате подключим первый дискретный выход к первому дискретному входу контроллера Выход настроим в режиме генератора, сигналы с которого будут поступать на первый дискретный вход Период и минимальную длительность импульса оставим в значениях по умолчанию Объявим в программе следующие переменные Одну переменную булевого типа с именем XDE1 Это состояние первого дискретного входа Дальше несколько переменных типа UDEINT UDE-Counter1 – значение счетчика входа UDE-PulsePeriod1 – период детектируемых импульсов в микросекундах UDE-PulseDuration1 – длительность последнего детектированного импульса в микросекундах UDE-GensetPoint1 – уставка генератора импульсов на первом дискретном выходе UDE-LeftPulseCount1 – число импульсов, которые осталось сгенерировать И еще две переменные булевого типа XDO5 и XDO6 для управления дискретными выходами 5 и 6, расположенными на правой плате Теперь привяжем эти переменные к соответствующим каналам таргет-файла Загрузим полученную программу в контроллер Изменим значение уставки генератора импульсов на 1000 Мы видим, как начали изменяться состояния остальных переменных Если требуется прерывать генерацию, достаточно записать в переменные уставки значение 0 В дополнение к этому, можем поуправлять дискретными выходами 5 и 6, меняя значение соответствующих переменных Таким образом происходит работа со входами и выходами в программе пользователя Также в дереве проекта есть специальные узлы для использования наиболее востребованных функций контроллера Приведем их небольшой обзор Узел OvenRTC используется для работы с системным временем Время доступно в виде отдельных разрядов в строковом формате и в виде переменной типа Date and Time Имеется возможность изменения системного времени из программы контроллера Каналы папки NTP могут использоваться для работы с NTP-клиентом, который позволяет синхронизировать часы контроллера с сервером точного времени Например, можно реализовать ввод IP-адреса локального NTP-сервера через переменную программы Но проще настроить сервис NTP в веб-конфигураторе, а как именно это можно сделать мы рассмотрели в одном из предыдущих видео Также в узле OvenRTC имеется канал системного таймера, который позволяет отследить время работы контроллера, начиная с его последней загрузки Узел OvenCloud используется для настройки подключения к облачному сервису Эту процедуру мы подробно рассмотрим в одном из следующих видео Узел Buzzer используется для управления пьезоизлучателем контроллера Достаточно записать в канал EnableBuzzer значение True, и вы услышите характерный звук Канал Drives используется для получения информации о памяти контроллера и подключенных накопителей Для сбора информации требуется каналу EnableDrives присвоить значение True И теперь мы видим информацию о памяти контроллера, доступной пользователю Подключим к контроллеру USB накопитель и увидим, что канал USB Mounted принял значение True Это означает, что накопитель успешно примонтирован Одновременно будет отображена информация о размере накопителя и доступном занятом пространстве Обратите внимание, что перед извлечением накопителя его обязательно нужно размонтировать Для этого можно записать значение True в канал USB Unmount и дождаться появления статуса True в канале USB Unmount Done В противном случае данные на накопителе могут быть повреждены, и он может не определяться до перезагрузки контроллера Работа с SSD накопителем происходит по такому же принципу В узле Debug можно получить отладочную информацию, а именно загрузку процессора, размер занятой и свободной оперативной памяти и число используемых дескрипторов Для сбора информации требуется канал Enable Debug присвоить значение True Узел Info позволяет получить информацию о контроллере Например, его заводской номер, версию прошивки и так далее Также можно получить информацию о проекте, если она добавлена в меню информация о проекте Это название проекта, его версия, автор и так далее Обратите внимание, что к каналам узла типа Array от 0 до 80 OffByte надо привязывать переменный типа String Последний узел WatchDog используется для работы со сторожевым таймером контроллера В этом узле можно получить время и описание последнего исключения, а также посмотреть число перезагрузок контроллера по различным причинам Пропаданию питания, возникновение исключения, срабатывание аппаратного сторожевого таймера или команды пользователя С помощью канала ResetCounters счетчики можно обнулить Напомним, выбор режима обработки исключений производится в веб-конфигураторе С помощью команды Reboot можно принудительно перезагрузить контроллер из кода программы Напоследок мы расскажем немного о шаблонах проекта В рамках видео мы создали стандартный проект Codesys Для упрощения настройки можно воспользоваться шаблоном проекта Шаблоны входят в состав пакета таргет-файлов OVEN В рамках шаблона ко всем каналам таргет-файла уже привязаны глобальные переменные из списка TargetWars В списке объявлены экземпляры структур, каждый из которых соответствует одному узлу таргет-файла Для работы с такими переменными в программе надо в коде ввести имя списка Поставить точку Выбрать из списка нужный экземпляр структуры Опять поставить точку и выбрать нужную переменную Кроме того, шаблон включает в себя добавленную визуализацию и интерфейсы Если какие-то из интерфейсов не будут использоваться в рамках этого проекта, то их рекомендуется удалить Итак, мы рассмотрели основные узлы таргет-файла и работу со входами и выходами контроллера Спасибо вам за внимание, до встречи в новых видео